Добрый день, здравствуйте! Я вас приветствую! Зовут меня, я имею в виду, моя варлет. Сегодня будем с вами говорить о такой проблеме, как дистрофия ногтей или монитор. Мы будем не только говорить, но и будем демонстрировать обработку таких деформирующих. Изначально давайте посмотрим, как была модель. Делали гигиеническую ванночку. Такие вот у нас накоточки. Жалко, что нельзя сфотографировать. Все, начнем мы нашу обработку с гигиенической ванночкой. Сейчас в летний период, конечно, увеличилось количество клиентов на педикюр. И с проблемами ногтей, я, наверное, не слышно, мы чаще встречаемся. Ванночку мы будем делать, у вас сейчас провод кончился, с гелем для ножных ванн от Кане. Температура будет примерно 40 градусов. Ну, то есть чуть теплее температура тела. Сейчас налим ванночку и приду к вам, потому что я боюсь, что меня плохо слышно. Вот такая у нас красивая пена получается от нашего геля. Вы заходите, минутки три мы плаваем, пока я хочу вам вообще с вами поговорить о таком понятии, как дистрофия ногтей, амиходистрофия. Что у нас относится к амиходистрофии, что это вообще такое? Амиходистрофия, по определению, это недостаточное питание корня ногтя, соответственно, матрикса. Чего происходит у нас это недостаточное питание? Конечно, по различным причинам. Травма. Это могут быть какие-то перенесенные заболевания. Это могут быть общие заболевания. То есть зачастую, когда мы встречаем деформированный ноготь, мы даже не знаем основную причину, почему это все так произошло. И что нам делать? Как нам вообще определить амиходистрофию на ногте? Мы определяем по нескольким параметрам. Первое – это изменение цвета ногтя. То есть мы знаем, что нормальный ноготь, он у нас ровненький, розовенького цвета, с линией свободного края, ровный, без каких-либо пятен, отслоек, искривлений. То есть изначально мы определяем по цвету. Вторым критерием у нас будет толщина ногтевой пластины. Если, да, тоже мы понимаем, что ногти есть потоньше, есть потолще, но примерная толщина – это 0,3-0,4 миллиметра. Если у нас ноготь утолщен, то это мы относим к амиходистрофии. Если ногти у нас истонченные, слишком тонкие, мы это относим к амиходистрофии. Следующее – мы определяем ноготь по структуре. То есть структура ногтевой пластины у нас должна быть однородная, ровная. Если мы видим какую-то рыхлость под ногтевой пластиной, если мы видим какие-то отслойки на ногтевой пластине, все это мы будем относить к амиходистрофии. Там кто-то присоединился у нас в эфире. Я всех еще раз приветствую. Понимаю, что многие будут смотреть в записи. Кто у нас есть в эфире, напишите, пожалуйста, встречаетесь ли вы сейчас в летний период с проблемой амиходистрофии на ногтях. Потому что я занимаюсь, я веду прием в Пушкине, это Санкт-Петербург, и веду педологический клиент. И с амиходистрофией я встречаюсь, наверное, в 99% у своих клиентов. То есть все ногти, которые ко мне приносят, имеют ту или иную амиходистрофию. В чем опасность такого проявления, такой проблемы, как амиходистрофия? Конечно же, это присоединение инфекции. Чаще всего мы воздляем на ноги. Это, конечно же, мифоз, то есть грибок ногтей. И в поврежденную ногтевую пластину вероятность подцепить грибок намного больше, чем у здоровых ногтей. То есть всегда нам нужно, когда мы встречаемся с амиходистрофией, какую-то профилактику грибковой инфекции для того, чтобы сохранить. А в идеале изначально нужен анализ на грибок. Если мы видим амиходистрофию, то мы сразу же подозреваем, что инфекция, может быть, уже поражает этот ноготь. Будем доставать нашу модельку из нашей гигиенической манночки. Вам там комфортно ножкам? Отлично. Напишите, пожалуйста, с какими видами амиходистрофии вы встречаетесь. Очень распространено сейчас у нас то, что я слышу от мастеров, от своих мастеров. У меня студия красоты, и у нас уже 16 мастеров работают в маникюре, педикюре. Сама я встречаю. И также мои ученики обращаются, пишут о такой проблеме, как, например, амихолис. Это отслоение ногтя от ногтевого ложа. Тоже относится к амиходистрофии. Амиходистрофии, конечно, ее очень много видов. Наверное, больше 30. То есть в рожь и ноготь относятся к амиходистрофии. Амихогрифоз – это загнутые ногти. Может, с этой стороны придется, чтобы нам было видно. Мы пока вытираем наши ножки после ванночки и будем выполнять обработку. Такая кожа у нас красная такая, все натерто, обтерто. Ногам тесно. Там что-то тоже стерто. Мы обрабатываем антисептиком. И давайте посмотрим, что же у нас за... Попробуем продиагностировать наши ногти. Что мы видим? Ногти у нас изменены. Давайте вспомним, я говорила, по каким критериям мы определяем амиходистрофию. По цвету. Вот смотрите, вот этот более или менее нормальный, розовый. Этот здесь розовый, здесь уже желтый. Здесь белесость есть на ногте. Тут какой-то красный край, заломы. То есть и по форме изменено. И вот какая-то ложбинка тут появилась. Все ногти у нас слоятся. Тут у нас какие-то остатки. Это остатки лака или гель-лак? Обычный? Гель. А, это гель. То есть остатки гель-лака. Непонятно вообще, куда он ушел, угулял. Все ногти у нас рыхлые. Есть поперечные полосы на ногтях. Отслойки. Есть сухость, скручивание больших пальцев. Тут бы вообще поставить коррекционную систему, пока это все не болят боковушки. Не болят. Угу. Не болят. Угу. Это хорошо. То есть такие ногти, они просто у нас ослабленные, да. И, конечно же, это наглядное проявление аниходистрофии. То есть вот эти вот отслойки. Это будут у нас аниходистрофии, которая называется анихашизис. Расслоение ногтевой пластины, продольная, да. Вот. Белые пятна, но они такие большие. То есть это не лейка, не хея. Это просто какие-то пережатые заломы, может быть, даже от травматизации обуви. Потому что вот этот пальчик у нас подлиннее, да. Она его куда-то вот вставляет в обувь. Мы видим, что у нас и на головках пальцевых костей есть фаланговых, есть амазолелости, да. И вот на торце второго пальца тоже у нас есть амазолелость. И также ногти у нее загибаются, потому что все это вставляется в, грубо говоря, удобную обувь. Обувь здесь трется, здесь уже вальгусная деформация начинается. Ну и как следствие у нас выявляется аниходистрофия ногтей. Что мы с этим будем делать? Ну и будем работать по этапу. Изначально мы ногти, конечно же, уберем лишний свободный хран. Просто щитчиками. Я бы хотела, чтобы вы поближе к нам были, чтобы нам все было видно. Напишите, пожалуйста, как вам видно, достаточно ли вам света. Может быть, да, вот так как-то согнуть, может быть, сверху. Мы просто подстригаем свободный край изначально. Подстригаем свободный край мы таким образом, чтобы у нас осталась тоненькая белая ниточка. То есть мы никогда не застригаем в мясо розового. И подстригаем. Мы будем делать гигиеническую обработку. Поэтому мы подстригаем, я это называю по форме, то есть у нас есть линия свободного края. Так мы и подстригаем наш ноготь. То есть не оставляем никаких углов и сильно в то же время не скругляем. Так как ложатся щипчики, так мы их и подстригаем. Тут какого-то кусочка у нас не хватает. На ногти он, видно, отломился. Вот, есть небольшая гематома. Щипчики для подстригания лучше выбирать, конечно, с прямым полотном. Тогда мы можем подлезть и скруглить, чтобы не оставить никаких острых углов в пазухах. Так, чуть-чуть скругляем. То есть мы не вырезаем эти углы, да, мы просто их закругляем, чтобы не было ничего у нас острого. Какие-то тут кошечки, собачки. Кто у вас там черненький дома? Кошечка или собачка? Кошечка. Да, сейчас мы достанем. Кусочек кошечки нам тоже принесли. Ногти даже вот при подстригании, видите, насколько они пересохшие, что они заламываются. Тут очень мясистые валики, поэтому важно не оставить острых углов, дабы не было у нас врастания таких ногтей. Стрижем мы прямо, а углы мы с вами просто скругляем чуть-чуть. Есть амазальности у нас. И для того, чтобы их убрать, не травмируя ногтевую пластину, которая вот у нас вся в отслойках, заломах и пересушенная, мы с вами воспользуемся размягчителем боковых валиков. Сейчас подстрижем накоточки. И можно нанести размягчитель для боковых валиков. Прямо в боковушке обильненько по капельке нанесу. Вот тут много амазолелости. Это не подногтевые как таковые мозоли, да, просто не было обработки довольно-таки давно. С легкостью это все сможем с нашими капельками зачистить. Продолжаем убирать свободный край. Если тут нечего убирать, значит ничего не придумываем, не фантазируем. Видим, что ногти у нас разной длины. Один подстрижен, другой обломался. Третий еще не думал, что он будет подстригаться. Не вырос. На всех ногтях есть у нас отслойки, есть заломы и изменения структуры. Это очень часто еще нам приносят, вот, например, если не ходит, не ходит клиент на педикюр, да, потом летом он вспомнит, что у него есть ногти на ногах, что надо их накрасить. То есть от того, что не делали педикюр с периодичностью и вспомнили раз в год, да, у нас бывает такое состояние. Что мы будем делать? Ну, во-первых, мы обработаем, то есть нужно обязательно убрать кутикулу на ногах, лежащие, продавим, питание и восстановление. Что-то для регенерации, для защиты, потому что ногти уже по структуре все у нас измененные. Сейчас я просто вычищаю, да, приподнимаю кутикулу к экскаваторам и вычищаю. Ну, все, что нажито тут непосильным трудом. Ничего не отрывая, не отшкребая, да, то есть потом я фрезой доработаю. Очень легко по размягчителю убирается лишняя кутикула, хотя мы совсем мало подержали его. Если подержать подольше, то еще легче можно будет это все убрать. Да, и тут вот прям в боковушках все вот эти вот залежи аккуратненько, чтобы не травмировать, мы вычищаем. И отодвигаем кутикулу тоже, чтобы потом фрезой можно было легче доработать. Какой-то у меня дурацкий экскаватор с одной стороны с пилкой как-то попал мне в набор, но это очень долго идти за другим экскаватором 2 метра, поэтому мы пилкой все прочистим. Вообще обычно в наборе у меня, конечно, экскаватор двухсторонний. О, надслойки какие-то на ногти цепляются сразу. Мы это с вами фрезой все доработаем. Обработку будем делать мы с помощью фрезы и диска. Обработаем эти ногти, приведем их в идеальное состояние. Казалось бы, такие они забытые красотой и педикюром. Вообще вы делали когда-нибудь педикюр? Делали. Сколько по времени прошло? В марте. Что-то был праздник какой-то у вас? Ну вот, да. Есть у нас, согласитесь, такие клиенты, которые приходят на день рождения, на Новый год и к отпуску. Ну, либо моделью, если попались, я не полу не под руку. То есть тут отпуска не планировалось, но придется, наверное, с красивыми ногтями их куда-то отвезти на море после нашей обработки. Вычищаем, дочищаем. Какие-то еще кусочки. Можно убрать излишки кутикула-ремовера просто антисептиком обработать и протереть. Вообще люблю много антисептиков в педикюре. Подниму кресло, чтобы я могла сидеть. Так, возьмем сначала фрезу. Вот такой вот. Я ее палец называю. Ученики называют бочонок. Почему бочонок, если он круглый? Ну, не важно, как называется. Синяя насечка. Диаметр, по-моему, у него 25. И на скорости 15 тысяч оборотов у меня как бы этот аппарат с пылесосом. Но пылесос я сейчас выключу, потому что иначе будет совсем меня не слышно. Я работаю только в правом реверсе. Захват у нас пальца всегда сверху. И по кругу я отодвигаю кутикулу, счищая ее с ногтевой пластины. Сейчас фреза у меня работает на отодвигание приподнятия. Поднимаем юбочку и прямо по ногтевой пластине тоже, если у меня где-то отслойки цепляются, я их зачищаю. Фреза лежит параллельно ногтевой пластине. Таким образом я убираю отслойки и приподнимаю кутикулу. Дальше второй. Я натягиваю кожу и выполняю срез. если надо по пальчикам где-то прохожусь. Я не люблю много инструментов в педикюре одним доработать все красота. Следующий ноготь, то есть я лежу на ногтевой пластине. Кутикула очень была налипшая где-то на пол ногтевой пластины и чуть-чуть я ее подшлифовываю. Подшлифовываю ноготь, отодвигаю кутикулу. Сначала приподнимаем. Вам видно что-нибудь? Видно. У матросов нет вопросов, да? Вопросов не было. Никаких вопросов нет. На них Алис вчера выходила по-моему наш инструктор Наталья показывала я еще не успела посмотреть этот прямой эфир. Сегодня мы с вами рассматриваем ну назовем это Аниха шизисом тут больше расслоений да хотя есть и какие-то впадины на ногтевой пластине тут много по многим параметрам есть изменения на ногтевой пластине но но нам нужно все это нормализовать и назначая как раз таки домашний уход и периодичность обработки конечно мы эту модель позовем через месяц чтобы посмотреть как будут себя чувствовать ногти после профессиональной обработки что мы сейчас уберем отслойки зачистим кутикулу кутикулу очень важно тоже зачищать когда есть они по дистрофе потому что если мы назначим домашний уход да то кутикула будет вот такая налипшая на пол ногтя вот видите да сколько я снимаю то никакое питание не будет проходить корректно доходить до корня ногтя то есть у нас питание происходит через споры да когда мы делаем массаж массажными движениями втираем мы тут назначим днем будем наносить флюид на на ноготь вокруг ногтя да очень частое такое заблуждение что если ногти например у нас покрыты то клиенты думают что не нужно ничего наносить так вот нет ногтевая пластина у нас может быть закрыта может быть лак на ней да питание все равно будет происходить у нас через кожу кусок совсем травмированный не понимает оторван по-моему нокаточек он отрывается всегда отрастает где ноготь он прям отрывается мы вам сказали почему это скорее всего происходит потому что вы ему упираетесь в обувь поэтому он с вами прощается ему не нравится в обуви ему нужна свобода ногти у нас очень злопамятные если их обижать они сначала деформируются у нас появляются всякие аниходистрофия потом начинают с нами прощаться в виде они коллизиса подслоек отваливаются или скручиваются сейчас мы еще с вами на первой ступени деформации ногтей можно намного круче их в вашем случае деформировать ну он такой креативной формы будет достатки еще гель-лапы есть нам конечно важно открыть доступ можно сказать к матриксу убрать налипшую кутикулу то что я говорила что питание он сколько отслоит питание ногтевой пластины у нас происходит через кожу вообще главное то что мы наносим втирать массирующими движениями в конце нашего нашей обработки я конечно же покажу и всем клиентам я показываю что это очень важно наносить питательные ухаживающие препараты массажными движениями видите я реверс не переключаю но если мне нужно с другой стороны подойти обработать кутикулу я сама кручусь у меня стульчик на колесиках он крутится как наверное у многих из вас если у меня что-то торчит у меня все щипчики для ногтей имеют очень хорошую заточку если мне что-то надо обрезать прям болтается на меня и не срезается ну или просто не хочу тянуть то я срезаю теми же самыми щипчиками проверяем чтобы тут ничего не болталось у нас и зашлифуем если ноги у нас влажные то мы уменьшаем обороты при обработке кутикулы либо подсушиваем даже можно подсушивать нашим освежающим спреем коне перед обработкой у меня антисептики все на водной основе бывает что потеют и не эффектный срез закончили обработку и сразу наносим антисептик обильненько наносим переходим на другую ногу также легли захват у меня всегда сверху пальцев почему вот так вот не держу потому что часто бывает нога ну просто мышцы нервные окончания сокращаются человек начинает дергаться и тогда я не контролирую могу его поранить инструментом когда у меня идет захват пальца сверху я четко контролирую то есть даже если он будет дергаться я его держу но он не дергается это я показываю что ему некуда дергаться и ноготь тоже я той же фрезой лежа зашлифовываю такие ногти конечно можно покрывать но не нужно я вообще наверное скоро открою какой-нибудь клуб пропаганды здоровых ногтей без всех этих покрытий стойкими материалами потому что сейчас встретить розовые здоровые неистонченные ногти это прям вау просто такая красота у всех есть какие-то проблемы которые мы закрашиваем замаскировываем к сожалению ониходистрофии сейчас встречаются действительно у каждого первого поэтому очень важно нам с вами разбираться в домашнем уходе как нам эти ногти поддержать как их правильно обработать ну в этом нам помогают конечно наши два маленьких помощника маслечко и флюид масло для защиты для питания ногтей а флюид для быстрейшей регенерации я назначаю при аних ализах хорошо почему сразу два я буду назначать например и масло и флюид ну потому что очень ослабленные ногти не было ухода может быть даже если это клиент так это у меня отслаивается ногтевая пластина сейчас посмотрим что тут останется видите тут полость вот эта беленькая то что было на ногте это это не сколько даже полость вот дыра там короче клиентам я зачастую назначаю например сначала маслица через месяц они приходят я смотрю что они мажут есть прогресс и я еще добавляю флюид чтобы они быстрее видели результаты чтобы ноготь напитывался и восстанавливался и сейчас такая тенденция с покрытиями гель-лаком что в принципе по-хорошему всем клиентам без исключения мы должны назначать средства для поддержания защиты и регенерации потому что любое покрытие стойкое все равно оказывает воздействие негативное на ногтевую пластину то есть если есть эстетика если есть покрытие сразу же должна быть и защита и регенерация то есть вот она пришла к вам как я им сейчас говорю как зубы чистить должны зубы же все чистят берегут их чтобы они оставались белыми и здоровыми даже когда нету кариеса ничего не болит так же и с ногтями когда еще ничего не болит мы уже начинаем о них заботиться вводим в привычку уход за ногтями за кожей стопы пальчик немножко подшлифовали той же фрезой то что мнение принципиально какой фирмы фрезы просто не работаю ими долго там буквально 10 обработок и фрезу лучше поменять чтобы она корректно работала именно эта фреза по-моему Владмила не во фрезе счастья а в ее как это сказать новшестве самое главное следить чтобы они у вас чтобы одной фрезой ты год не пилила они настолько не предназначены аккуратненько я ногти еле касаюсь я работаю без нажима да чтобы никаких пропилов не было потому что у меня ногти ослаблены я только чуть-чуть подшлифовываю и убираю от слойки дальше работаю уже по кутикуле антисептиком на водной основе это у меня кто покажите антисептик работает за 28 секунд написано на антисептике я очень люблю антисептика много антисептики а когда я обрабатываю мне нужно просто смочить посмотреть результат то мне нравится еще вот такой у меня есть растворчик в пульверизаторе он показывает тоже смочить посмотреть где осталось что-то сухое где я не доработала раствор у меня буквально два нажатия нашего гипер на 100 миллилитров воды то есть такой мыльный раствор стопу хорошо по нему дорабатывать кутикулу тоже если любите по мокрому то вообще отлично и он тоже обладает антисептическими действиями можно использовать его как промежуточный антисептик то есть закончили зону обрабатывать нужно вот эту пыль прибить я не люблю все эти салфетки обезжириватели вот у меня есть одна салфетка мне ее хватает ну вот которая ноги вытирали ноги завернем ноги промокнем чтобы поменьше предметов у нас использовалось свободный край тоже доработаем вот еще я вижу обработали накоточки вот как раз сейчас побрызгаем у нас под ногтями кое-где есть вот эта пыль все это конечно тоже надо вычистить можно даже так салфетку завернуть экскаватор попробовать вытаскивать может быть это ноготь уже такой прокрашенный потому что были отслойки может быть это внутри я пытаюсь убрать не все так легко и убирается что нравится все по большим ярко видно все так все равно покрытие пыль ногтями землю закрашивать неделю сначала надо в идеале все зачистить тут у меня тут тоже какие-то ошметки кутикулы которые срезались мы срезаем так следующее что мы будем делать мы будем работать по ногтям диском так как ногти у нас обезвоженные ослабленные мне тут сделать вернуть их к жизни сделать их блестящими сделать их более как это сказать ровной структуры сначала я возьму спонжик и диск у меня маленький сколько он там 5 миллиметров нет наверное 10 миллиметров выйдите к нам поближе пожалуйста мы возьмем этот диск обороты совсем маленькие у меня будут то есть 8 10 тысяч возьму осла окно на буду выполнять шлифовку прямо в перпендик поле но шлифовать на например что я делаю на стиле в своем клиенте ходит раз в месяц, значит сделаем раз в месяц, а дома уже она, эта маслица, будет пальчиком втирать в зону кутикула, ноготочки чистые, все лишнее мы убрали, прямо втираем, вот такой образ, ну восстановится цвет ногтевой пластины, да, такой более здоровый, розовый и мы увидим блеск, вот я всегда клиентам объясняю, что блеск это у нас только побочное явление, это не значит, что если ноготь блестящий, то он здоровый, это просто от полировки ногти начинают блестеть, самое главное, маслица оно натуральное, да, оно легко впитывается, глубоко проникает, вот сейчас вот в поры кожи с нашим массажем, мы очень хорошо напитаем ногтевую пластину и зону матрикса, то есть блеск это необязательное условие в шлифовке ногтевой пластины, не должен ноготь обязательно блестеть, если нет блеска, то маслица все равно поработала и наше питание и восстановление ногти все равно прошло на ура, потому что мы знаем, что состав нашего масла он уникален, там такой букет полезности как нигде, еще хочу пройти по свободному краю, подровнять свободный край, можно было сделать это перед шлифовщиком, я уже очень захотела и кинула шлифовать, возьму диск абразивом 180, буквально тут чуть-чуть, чуть-чуть, да, вот крайчик мне не нравится, руки все занимался, клеится, конечно, понятно, также на 10000 оборотах перпендикуляр к ногтю, ну как маленькая пилочка, доработать, выровнять свободный край, можно также там было, да, по пальчикам пройтись, если где-то еще остались роговелости или вот по этим мозолькам нашим непонятным, если у вас сразу же, когда вы подстригали, вы хорошенечко уже делаете форму, то это у вас одно-два движения будет. Диском какой еще плюс, да, ну во-первых, не нужен дополнительный инструмент, а еще как бы из плюсов то, что нет бахромы такой вот, когда подпиливают ногти, да, и перед, например, нанесением гель-лака такая бахрома вылезает, и еще девчонки раньше шлифовали, когда мы работаем диском, то этой бахромы никогда нет, то срез получается ровненький, хорошенький, блестящий, как настоящий, коротенькими такими стежковыми движениями, вот хочу показать, стала держать снизу и сразу же у меня куда-то убегает моя модель, держим, конечно, сверху фиксировать намного удобней. В принципе, можно уже и на этом закончить обработку, то есть мы хорошенечко ногти очистили, убрали все отслойки, сделали красивый свободный край, но мы же хотим сделать прям идеально, прям, чтобы модель ушла с новыми ногтями, поэтому мы еще возьмем одну насадочку, это я делаю только самым любимым ногтям, мужчины очень любят, да, и мы сделаем еще полировку, у меня есть такая насадочка, тоже на этот мини-диск, она войлочная, о, сейчас я прицеплю, это диски Атис и насадки тоже их. Масло пока у нас до конца не впиталось, мы прям по этому маслицу, если у вас впиталось масло, то можно капнуть еще, да, ноготь возьмет столько, сколько ему нужно, так как он пересушен, бывает, что одной капли и недостаточно, вот, ну, я не жадная, я нанесла много, вот, тоже 8000 оборотов, и точно также по ногтевой пластине, то есть уже от войлока у нас будет красивый блеск, что очень нравится мужчинам, да, они же ногти не красят, видите, как он сразу заиграл. Раньше мы это делали только пилкой для полировки, но все равно все нюансы вот ногтевой пластины пилкой было, конечно, не пройти, не обойти. Что-то остается у нас, да, какие-то нюансы вот здесь под ногтем, ну, ничего выковыривать я не буду, вдруг еще нам пригодятся эти ноги. Ну, то есть, если куда-то не подлезть нам, что-то не достать и не обрезать, мы не придумываем, мы не последний раз, то есть, видим эти ногти, мы всегда работаем на перспективу. Сейчас у нас задача была убрать все отслойки, вернуть в более ровную структуру ногтевой пластины, поверхность. Ну и, конечно, вот эта полировка, она доводит до идеала нашей ноготочки. Нам надо было изначально фото до сделать, ну, ладно, я с видео возьму. Я там, вроде, прицельно сначала снимала то, что до. То есть, у нас, когда мы работаем с аникодистрофией, нам очень важно уделить внимание не то, что вот все срезала и до свидания, да, если есть там отслойки, то убрала, замазала и красота. Нет, мы с вами работаем на перспективу, мы хотим через месяц увидеть эти ногти, такие же розовые, блестящие, как настоящие, да, вот, чтобы уже не появлялись отслойки. Для этого нам с вами и важно вот это вот питание в обработке, то есть мы делаем это все не на красоту направленное, а на здоровье в первую очередь. Красота будет прилагаться, потому что здоровые ногти, они всегда красивые. Так. Отъехали, приехали. Давайте сейчас начнем. Прямо параллельно когтевой пластине и такими втирающими круговыми движениями мы разносим, мы втираем наше масло, тоже запечатывая его более тщательно в нашу ногтевую пластину между, да, вот этими чешуйками нашего ногтя. Конечно, все неровности, да, вот мы видим, волны какие-то остаются, но мы не пытаемся за один раз все убрать до идеала, потому что если вы будете, например, есть какая-то волна на ногте и мы будем спиливать в ноль, что мы получим? Дырку на ногте, конечно. Перепилы нам не нужны. Мы убираем сначала, ну, первая обработка, да, это утолщение. Также мы убираем то, что белеет и крошится, это все нам не нужно, это все мертвое, да, вот. Опитаем мы по максимуму. Конечно, если мы делаем вот такую вот полировку, как я сейчас выполняю, покрытие гель-лак, ну, в ближайшую неделю сделать вряд ли получится, потому что ноготь, ну, просто элементарно жирный, да, хоть наша маслица и натуральная, да, но все равно мы глубоко вбиваем в ногтевую пластину, то есть это мы делаем при гигиене. Если бы мы делали покрытие, то я бы остановилась на шлифовке, потом надо было бы хорошенечко ноготь наш обезжиривать. Ну, а это значит сводить на нет всю нашу работу по маслу питания, то есть, ну, тогда надо обходиться домашним уходом. Флюид, масло. Масло вечером, флюид утром. Обязательно гигиена. Ну, это я уже, да, по второму кругу пошла. Я могу доводить красоту. Да, ну, давайте посмотрим. Мы выполнили обработку. Качество ногтей у нас сильно улучшилось. С мозолями тоже будем работать. Расскажем нашему клиенту, что обувь нужно выбирать по размеру, да, но уже у нас ногти однородные, не крошатся, и, конечно, появился здоровый блеск. Да, и давайте я покажу вам, как клиент будет наносить флюид. То есть, на маслице мы еще нанесем флюид. Мы не жадные. Ну, конечно, мы бы и то, и другое делать бы не стали сейчас, но как бы в эфире я вам покажу, как я учу клиентов. Мы каплю большую флюида ставим на большой нотой с первого пальца. Вот. И большим пальцем начинаем сначала разносить на все ногти флюид. Разносим вот так вот, да. Нам с вами важно тут запомнить, что самое важное у нас это массажные движения. Массажные движения мы выполняем по коже вокруг ногтя, да. На ноготь что попадает, то хорошо. Нам самое главное вбить это все в поры, потому что с массажем мы запускаем, что кровообращение, да, оно улучшается, обустряется. Мы втираем в поры наш флюид и тем самым он проникает глубже. Если мы просто капнем, он ляжет сверху у нас. А мы хотим, чтобы это все быстрее зарегенерировало, быстрее отросли новые здоровые ногти. Поэтому мы втираем и клиентов учим делать это каждый день утром и вечером. В данном случае у нас будет утром флюид, вечером масло. Утром флюид, вечером масло. И вот так вот втирать. Не сложно уже. Ну, занимает две минуты. Зубы чистят десять минут. Две минуты ногами. Прямо зубной щеткой рядом поставили. И все. Главное не перепутать. Главное не перепутать. Ну, хотя сейчас у нас уже коллеги, чего только, куда только не намазывают. Я кремом от трещин татуировку заживляла. Так что эксперименты наше все. Только разумные эксперименты. И на второй ножке то же самое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок